Символы суверенного государства были определены на республиканском референдуме в 1995 году. Спустя три года День Белорусского герба и флага, как один из самых главных государственных праздников, вошел в историю страны. Эта дата празднуется каждое второе воскресенье мая. В Гродно главные мероприятия по традиции прошли у мемориала воинам-пограничникам. В торжественном митинге, посвященном Дню Государственного герба и флага Республики Беларусь, вместе с руководством области и города приняли участие ветераны войны, труда и молодежь. Мэр города Андрей Худык лично поздравил всех горожан с праздником. Я хочу поздравить всех гродниц, жителей нашего города, гостей, дорогих ветеранов с государственным праздником, Днем Государственного герба и флага Республики Беларусь. Эти символы олицетворяют сегодня единственную независимость и желание жить в мире и дружбе наш народ. Доктрина военная белорусского народа звучит о ненападении. Мы мирный народ, мы ставим превыше всего счастье трудиться мирно на своей земле. И мы не дадим никому помешать нам это делать, и мы учим, воспитываем на этом свое будущее поколение. Такие чувства, как любовь к национальной символике и патриотизм, формируются еще в детстве. В торжественной обстановке школьникам повязали пионерские галстуки. Также стала традицией в самый важный государственный праздник принимать в ряды БРСМ молодежь, которая активно участвует в жизни нашего города. Григорий Обелевский от имени ветеранов вооруженных сил, пограничников и участников Великой Отечественной войны поздравил всех присутствующих на митинге с праздником государственного герба и флага. Дорогие молодые ребята, вы наше будущее. Вы прежде всего должны нести дальше знамя нашей молодой республики Беларусь. В учебе, в труде вы должны достигать необходимых результатов и прежде всего продолжать сохранять и умножать славные трудовые и героические традиции нашего народа. Кульминацией праздника стало возложение венков к монументу воинам-пограничникам. А молодежь совместно с байкерами организовали памятный кортеж. Они вместе возлагали цветы к мемориалам и памятным знаком, которые установлены в областном центре в честь воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Евгения Филипова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.